Бандиты, дивиденды, снова с вами. Так, и наконец-то настал долгожданный момент, когда мы будем записывать долбанный кирлист. Пока, по ходу дела, короче, надо посмотреть, во сколько я начал. Так, 20-20, грубо говоря, я начал. Надо его частями будет, наверное, записывать, потому что очень большой. По ронам ничего говорить не буду, потому что, ну, тут всё очень скомкано. И очень большой он тогда получится, если всё про руны рассказывать. В общем-то, геморрой на это всё выйдет. По поводу РТА, не знаю, я, короче, чуть-чуть побил два рубина. После очередного, там, страйка Г3 игроков, ну, типа ты подходишь, Г2 попадаешь на человека 400 рейтинга выше, чем у тебя, там, или на 500 вообще рейтинга выше, чем у тебя. И он тебя там снимает три, блядь, там, или шесть, по какой-то, блядь, невообразимой логике. Это, я не понимаю просто, по какой логике это снимается. Вообще, абсолютно максимально нелогично это происходит. И вот после такой, несколько серий, я решил, что нервы дороже, и я больше не играл. Так, ну, давайте, наверное, начнём по стихиям, по порядочку. Огонь идёт первый. А, ну, Тирлист написан игроком B2B. Я думаю, многие не знают, кто это. Это на данный момент, наверное, самый сильный корейский РТА игрок. Ну, и вообще, достаточно сильный игрок. Он в пятёрку постоянно попадает, и парень крутой. И он был одним из тех, кто вёл вот эту гейскую тему, очень жёсткую гейскую тему, типа Ванесса, Русалка, Хатор. Вот, то есть, вот эту гомосятину он как раз-таки вводил. Её активно продвигал. То есть, и это перевернуло игру, к сожалению, не в лучшую сторону, но один из тех, кто первый начал использовать эту связку. И, в общем-то, испортил всем остальным жизнь РТА. Так, ну, давайте с аутсайдеров начнём. Это Феникс Тьмы, худший монстр. Ну, да, наверное. На уровне Феникса Света. Феникс Света там же. Забавно, кстати. Я просто решил глянуть, где Фен Света. Ну, там же, в помойке нашей. Ладно, пойдёмте по огню. Ну, в принципе, согласен. Они все абсолютно бесполезные, абсолютно беспомощные. Кроме Раки. Тут я не совсем согласен, потому что Раки сейчас используют как контрпик для Ванессы или для Перны активно. Используют, потому что зачастую, в общем-то, связки с Ванессой представляют собой что-то типа Ванесса Перна, Ганимед, там, ну, и что-то в таком духе, там, Вулса, блядь. Ну, и что-то в таком духе, в общем-то. И когда ты берёшь что-то типа Тиану, Раки, там, Бастет, что-то подобное, ты, в общем-то, убиваешь цель очень быстро. А если парень банит тебе Раки, то ты получаешь какой-то комфортный пик. В общем, она используется не активно, но используется. И, ну, как минимум, заслуживает быть чуть-чуть повыше. Так, по поводу следующего, АБ ранга. Тут совсем согласен, кроме Кмуна. Кмун может быть чуть-чуть повыше, потому что он не настолько бесполезен. То есть, игроки рангом пониже, да, то есть, не в рубинах. То есть, они активно пользуются этим Кмуном, и там он доставляет проблем на маленьких рангах. Есть даже связки, где Кмун является основным амортизатором таким, который, там, за счёт имунов, типа, такой танкопак, который трудно убить, он тебя потихоньку пробивает, а ты ничего не можешь, тебе за счёт пробиться из-за имунов, тебе танковые, в общем, чуть-чуть повыше он должен быть. Так, здесь со следующим я, в принципе, со всеми согласен. Ну да, да, наверное, со всеми, даже с лайкой, потому что Лайка сейчас очень сильно сдал позиции. Он сейчас не так силён, даже тот же Чоу, как по мне, чуть сильнее, чем Лайка выступает, потому что, как сказать, ну, в общем, как-то, не знаю, не вписывается он в текущие, в текущие, вот, мету игры, потому что все играют либо быстро, либо играют как-то медленно под эмонами, в общем-то, где Лайка тоже ничего сделать толком не может, и когда игра затягивается, уже, как правило, он ничего не может. А если ты делаешь Лайку не в вампире, то его просто очень быстро убивают. И сейчас очень такие неприятные монстры для Лайки на арене, там, ой, на РТА, там, те же панды, да, те же, там, вот эти Часун Света, блядские. Тот же, я не знаю, там, Океанос, Тесак, да, постоянно вот это всё присутствует. Там, тот же Верат и Вуса, это вообще с пони водяной, это вообще ужас для него тети. Даже панда Ветра та же, это очень неприятно. В общем, не любит он сейчас то, что происходит. И сейчас очень многие, большинство игроков, играют через контроль. Ну, через Хатор, через вот такую хренотеньку, короче, в основном через Хатор это всё происходит, но бывает и через Океаноса, и через полуконтроль такой, то есть это, там, через Хеллэйди, в общем, через, там, Верада, ну, типа такие штуки, короче. Через такой дамазный контроль, через Тиану. И, в общем, Лайка со всем этим вообще не дружит. Абсолютно. Поэтому он упал вот так вот достаточно низко. Так, и по поводу того, что может, кто-то, кто-то может смущаться, да, по поводу некоторых монстров. Этот кирлист записан летом. То есть, и за это время, ну, довольно много изменилось. То есть, прошло приличное количество времени, и некоторые вещи, в общем-то, поменялись, это точно. Так. Ну, и кто, кто не знает, да, Бидди, это G3 игрок. Ну, в общем, можете открыть РТА ранг, и я думаю, вы его там увидите. Хотя сейчас РТА ранг сбросился, но очень позже это сделаете, когда снова начнут люди играть РТА, когда там ранги появятся адекватные, люди начнут играть на ранг. То есть, вы прекрасно увидите его там. Так, по поводу всех следующих монстров S ранг, то есть, это Перна, Ванесса, Кисак, и Ракуни точно должны быть выше. Ну, Ракуни, ладно, нет, но Перна, Ванесса и Кисак точно должны быть выше, потому что Ванесса вообще сейчас, по-моему, WS как минимум, потому что она нереально активно используется, там вообще безумно просто ее постоянно берут, потому что она очень сильная сейчас за счет своего Реса. И Кисак по той же причине используется, потому что очень много монстров таких вот сейчас, как раз-таки Ракуни, как раз-таки Ванесса, как раз-таки Перна, как раз вот этот Рэк-Долл, Арк Света, да. То есть, вот эта вся компашка, она, в общем-то, не дружит с Кисаком. Так что я тоже считаю, что Кисак должен быть повыше. Возможно, он находится на С-ранге, потому что его в говно контрит дабл иммун, и против сильного какого-то контроль пака быстрого, да, он тоже не особо-то силен. Видимо, поэтому он находится так низко, потому что он уязвим. То есть, да, он очень силен, но при этом он уязвим. Возможно, поэтому он находится так низко. По поводу Ванессы Перны я точно не согласен, потому что сейчас на РТА происходит такая тема, что сейчас играется в основном Ветер. То есть, связки выглядят так, что там, типа, зачастую даже 5 ветерных монстров. Типа, Сиара, там, Котор, Ганимед, и там, Киана и Хиллэйди. То есть, на полном серьезе вот так вот 5 мобов, там, Пони иногда кого-то из них заменяет, там, Русалка кого-то из них заменяет. То есть, там, в общем-то, играется очень много Ветра сейчас. Очень много, там, зачастую минимум 2 ветерных монстра присутствует. Прям очень часто. И против всего этого, как раз, Си Киперна является таким серьезным, серьезной огневой мочью. Я бы даже так, наверное, сказал. И ее трудно убить. Она постоянно хилит свою команду. У нее 2 жизни, если ты ее не ресетаешь. В общем-то, типа, как, ну, как ее, понятно, ее не трудно убить, потому что у нее мало брони. Но, типа, она очень весомая. То есть, у нее есть таны, у нее бешеный дамаг, плюс, это утилити, которое я сказал, там, подхил, там, плюс 2 жизнь. Мне, в общем-то, если команда построена вокруг Перны, то проблемы она доставляет очень большие. Неприятные, скажем так. И поэтому я считаю, что Перна должна быть высоко. Банально, потому что много ветра, и она его очень хорошо вырубает. А так, в принципе, она, наверное, на своем месте, если не брать учет вот тот фактор, который я привел. Так, по поводу обезьяны огня. Почему она так высоко? Как раз по той причине, что в основном люди используют контроль паки. А против контроль паков как раз-таки обезьяна очень хороша. Вика, ну, опять же, да, сейчас играется контроль, и Вика является отличным ее представителем. После того, как ее бафнули, она стала сильной, потому что замедление, станы, доты очень сильно дамажные. И ее проки с зонтиком, когда она первым скилом бьет, очень много проблем доставляют, когда на РТА этот зонтик ебаный бесконечно прок, это вообще феерия, блядь. Когда она тебе две ульты за два хода дает, без виду летит прям сразу. Арх огня. Но Арх огня с самого запуска РТА был сильным. И с каждым сезоном он становился только сильнее, 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 сильнее. Сейчас, секунду. сейчас он мне кажется, даже послабее немножко стал в этом сезоне, потому что ну там типа его обгоняют, там ресетуют, блядь, не знаю, там законтраливают, кого-то убивают прежде Джемон, Даст и Мун, там типа такие сейчас комбинации, что зачастую Арх не успевает ничего сделать. Но это все зависит от того, конечно, какие у тебя руны там и так далее. Но в общем-то он до сих пор остается актуальным, но люди уже не так сильно им пользуются, как это было раньше. То есть если раньше Арх мог улетать на фирт-пик, то сейчас никогда. По поводу Океануса я вот как раз-таки наоборот не согласен. Мне кажется, он упал на ранг С. Ну, по крайней мере Ванесса с Перной точно выше. Ванесса уж точно, а Перна тут 50 на 50. Ну, понятно, что там то, что ветром играется это все хорошо. Типа ты против ветера типа очень силен. Но опять же есть много воды очень мерзкой, против которой как раз-таки он очень плохо справляется. то есть это Панда Вуса, Пони, Вират, Чоу и Паладин воды. Это из того, что активно сейчас играется и из того, что постоянно присутствует в каких-то пиках и против чего как раз-таки Океанус не очень-то себя хорошо чувствует. Про Света Тьмы я вообще молчу, там куча всего, что максимально неприятно для него, там тот же Рэгдолл это вообще пиздец. Если ты его не банишь, ты проиграл там Арк Света тот же, это в принципе то же самое. Панда Света это вообще твой ночной кошмар. И в общем-то сейчас этого всего у людей очень много. Ну, играя против азиатов, у каждого второго там то Панда Света, то Джиана, то Арк Света, то Рэгдолл и как бы сложно, очень сложно. Плюс в общем-то люди притерлись и стали очень быстро убивать Океаноса. Несмотря на то, что ты одеваешь его в танка, он получается не совсем полезным, потому что ну, он дает в принципе контроль хороший, да, но дамага у него выходит немного. и как бы ты вроде как его берешь, вроде как он и не дамажит, а его вроде как и пиздят, причем сильно. И вот эти связки там типа Панда Перна, Панда блядь, Сиара, его зачастую просто блядь, за один ход сносят, и ты ничего сделать не успеваешь. То есть, ну, как вот сейчас происходит игра, то есть, люди, например, строят связку, чтобы убить кого-то на первом ходу, да, то есть, это, например, как играет Камиль, или, ну, часто он так играет, или, например, вот эта связка через контроль, через Хатарганимед, да, или какая-то глина через сильный АОЕ дэмаж, да, то есть, типа Эверат, плюс там, ну, то есть, например, Хеллэйди Ветра, или плюс Анечка, да, какая-нибудь, ну, Анечка, это уже такой бюджетный вариант, или какая-то контрольная глина, которую очень трудно пробить, это, типа, которые тебя по одному убивают, то есть, это какая-то хрень, типа Хатарг, типа Вуса, или Часун Света, ну, и там, какой-то ДД, да, сильный, там, тот же Лайка, может присутствовать, та же Перна, и, то есть, в общем, присутствуют такие, как бы, базовые вещи, но основная идея у людей такая, то есть, это там, либо какая-то какой-то спидпак, который тебя по одному вышибает, либо это спидпак, который ваншотен на первом ходу, либо это контрольный спидпак, либо это какая-то добыл имун глина, да, через там толстых монстров типа Панды, типа Чоу, да, такая медленная глина, которая тебя медленно, но методично потихоньку убивает одного за одним, и, ну, остальное люди уже играют солянкой, то есть, там, ты пикнул два хороших монстра для себя, оппонент пикнул, ты уже под него дальше подстраиваешься, то есть, примерно, игра на РТС сейчас происходит вот так, и Океанос немножко начал сдавать позиции, потому что да, он все еще контролит Перну, и, допустим, если взять вот ту же Ванессу, то он очень часто дает ей свой скилл в резист, скилл ресет в резист, и там тот же Архогня, он тоже частенько улетает у него в резист, и то есть, сейчас контрольные монстры имеют высокий резист, либо они водяной стихии являются, что тоже неприятно для него, и в общем-то он уже не так хорош получается, то есть, он не дерьмо, но уже не так хорош, как раньше, но по-прежнему все еще он остается сильным монстром, который которого нельзя назвать бесполезным, то есть, он все еще остается силен, ну и по-прежнему есть вот эти Ракуни, есть Обезьяна Огня, есть, блять, Дабл Эмуны типа Вусы, которые очень сильно его напрягают, поэтому я бы не сказал, что океанус находится так высоко, давайте перейдем к воде, сколько посмотрим времени у нас это заняло, 20 минут, пробежимся по воде, потом, наверное, я перезапущу запись, идемте дальше, давайте посмотрим, что тут воды, ну все дерьмо, да, абсолютно все дерьмо, внизу воды, Таора я бы чуть повыше поставил, потому что некоторые люди пользуются им в спидпаках, и даже на рубине это имеет место быть, то есть, да, это не очень сильно, но это работает и, в принципе, нормально, так, Малака, Теомарс, ну, блять, ну, сложно сказать, потому что Теомарс все еще играет, то есть, он все еще играет, даже иногда в двух рубинах играет, но он стал, конечно же, заметно слабей, по поводу остальных, да, тут без вариантов, то есть, Монах говно, вообще без вариантов, Малака, ну да, слабоват, тоже там, просто стоя один монстр его контрят, там сейчас у всех клинцы, блять, у всех иммуны, у всех, блять, диспелы, то есть, Малака вообще один не играет, по поводу ниндзи, ну да, он тоже бесполезен, он только как спидлидер под экономию, скорее всего, типа, чтобы полюшень там как-нибудь, а так он вообще неиграбельный, ну, про Теомарс это отдельная тема, что его очень много кто контрит, то есть, Панда Ветра контрит, Ганимет контрит, Хеллэйди контрит, Тиана, блять, контрит, там какая-нибудь Бастет контрит, кто там еще, Верат говно контрит, блять, Вусо говно контрит, то есть, ну, просто каждый второй монстр его в говно контрит, и поэтому он так низко находится, то есть, он все еще играбельный, он все еще, блять, ваншотать может, он все еще неприятный, но зачастую, когда ты его берешь, происходит так, что его за несколько ходов просто опускают по ХП, у него прокает пассивка, ты его лечишь, и его просто следующим ходом убивают, и все, и он ничего не может сделать, ну, в общем, как-то так происходит, Кадмилла, я бы сказал, что она немножечко выше на один тир, потому что она все же иногда она актуальна, иногда, когда против тебя много огня, пикует, когда против тебя какой-то АУЕ-контроль пытается взять, типа того же Океаноса, например, в общем-то, она иногда может выиграть тебе игру, но это, скорее, очень-очень ситуативный монстр, потому что урона у нее немного, и полезного она ничего не дает для команды, кроме того, что один на один может выиграть много кого, так, теперь, идем дальше, мяч. Мяч сдал позиции сильно, и в принципе это правильно, даже, например, есть такой игрок, я думаю, многие смотрят YDCB стримлера, и у него там King of the Hill есть, ну, типа, царь горы, турнирчик, на котором участвовал игрок Ибау, из Автор Мразий, который в первые игры играл с мячиком, и просто каждый раз, как он пикал мячика, у меня так рука к лицу тянулась, думаю, ну ты долбоеб, там еще в особенности момент какой-то был, где чел берет в усу, и он в ответ берет мячика, думаю, ну еб твою мать, на тебя прям в тупую контрпикует, и ты берешь мячика, и... но в последующих играх он понял, ему, ему, наверное, кто-то объяснил, что, блядь, мячик это кусок говна, и ты должен от него избавиться, и тогда у тебя будет нормальный пак, и то есть, и чувак меняет мячика, и моментально против него становится просто охренеть, как тяжело играть, потому что он играет как аутист, просто у него связка мобов просто ебнутая, и... и его просто хуй выиграет, потому что, ну там, Терсун Света этим все сказано, просто пацан избавляется от мяча, и все, его хуй выиграет, но все равно мячик иногда может доставить проблем, в особенности на рейтингах ниже, чем там 2-3 рубина, там мячик все еще является такой нихуевой угрозой, он проблем доставляет, но опять же там примерно как с Теомархом получается, то есть рулетка рулеткой, но его просто пиздит, и ничего не может сделать, его просто убивают, и все, и мяч не играет, тыква, тыква, блин, ну тыква, я бы сказал, наверное, повыше, потому что ей пользуются как стриппером одиночным под Сиару, и в общем-то он работает, и в особенности он неплохо работает против огненных связок, типа вот эти Ванеса, Перна, Танкисак, против вот этой фигни, просто пикается бастет, пикается та же тыковка, и вот эта двоица очень тяжело убить, а бьет она вот эта двойка очень больно, дает безумное количество бафов, и дерутся очень больно, в общем-то я бы сказал, что тыква должна быть повыше, потому что она реально часто берется, то есть, да, в Г3 она не так актуальна, потому что там у каждого чувака такой зоопарк, что просто ебанись, но ниже, чем в Г3 она активно играется, и играется достаточно сильно, и решает игры реально, потому что я сам на такое натыкался, я и проигрывал, и видел это неоднократно, в общем-то не совсем согласен я с автором, но он в топ-5, а не я, поэтому ему виднее. По поводу Изари, в принципе согласен, но она редко играется, очень. По поводу Псаманна и Прахи согласен, но Праха мне абсолютно не нравится. Я мало матчей играл, где Праха бы действительно что-то порешала, очень мало. По поводу Обезьяны и ВД вообще не согласен, я не понимаю вообще, типа, к чему она здесь, и где она может быть актуальна. То есть, если я вижу там справа Обезьяну света, да, я согласен, Обезьяна света нормальная тема, но, блядь, вот это Обезьяна воды, что, блядь? Тут я, я не понимаю, пишите в комментариях, если вы знаете какой-то секрет, блядь, про Обезьяну воды, я его не знаю, считаю ее полной хуйней, по-моему, по-браву, потому что я ни одну нормальную не встречал, и свою одевал пользу она не особо приносит, в общем-то я не знаю, я не знаю, нахуя она здесь, а по поводу Анечки, да, нормально, она сдала позиции, но все еще играется в глинопаках, либо играется как такой запасной вариант для снятия дебафов, то есть ты банишь чужого стрипера, берешь ее, молишься, чтобы там хатор ее не усыпила, и в общем-то будешь всех через нее, либо там молишься на ее проки, в общем, как-то так она играется, ну и очень такой рандомный монстр, то есть она может напрокать и выиграть игру, а может вообще ничего не делать всю игру, то есть в принципе согласен, она примерно на своем месте, но в этом сезоне она сдает позиции, ну и вообще в текущих сезонах, потому что ну опять же я говорил очень много ветра на арене, она не очень то с ними дружит. Так, по поводу пеладенихи, не согласен я, пеладениха должна быть точно выше, потому что люди сейчас ее начали распробовать, но это кирлист летний, когда пеладениха была только-только добавлена, ее не раскусили, по-моему там даже какой-то баф был пеладенихи сделан, и в общем-то сейчас люди очень активно пользуются пеладенихой, немного, но активно. Ну, кого, например, привести в пример, например, свакстер ей очень активно играет, например, матео ей очень активно играет на данный момент. Ну, хоть, знаю, там есть еще имена в топе, я точно не помню, кто, но есть еще люди, кто ей активно играют, то есть тестят, что как, и честно скажу, не безрезультатно, то есть она действительно некоторые катки решает, то есть иногда, да, она вообще прям ни в пизду, ни в красную армию, просто ни к силу, иногда, наоборот, прям, вообще просто разрыв, она просто там пиздец устраивает, когда она просто одного челика провокает, второго станет, там, ну, типа там пиздец, вообще, там с ревенжа, там еще станут, в общем-то, стрип там, типа, блядь, ну жестко, жестко бывает, плюс она там щиточек, щиточек, за каждый контроль, блядь, это, в общем, рабочая, рабочая, реальная тема, я еще сам не до конца понял ее механику, так, и, в общем, но она должна быть точно повыше, потому что не совсем понятно, как ее именно очень правильно использовать, то есть, ну, понятно, что против дебафов, да, понятно, что она, типа, как, плюс один, стриппер с контролем одиночным, но пока, ну, пока у тебя ее нету, в общем, хуй пойми, как ее юзать, когда она у тебя появляется, там, наверное, понятно, как там, типа, против имунов, или, там, против контролей, она актуальна, но на бумаге, вроде как, неплохая, и на деле, вроде как, тоже неплохая, и должна быть повыше, но против меня брали, она ничего не делала, но у меня пак такой, что, она ничего не будет против меня делать, кроме как, стрипать, и там, как-то напрягать контролем, одиночным, но это, опять же, такое, так, Чоу, Чоу, да, примерно на своем месте, то есть, такой, танкоглиномонстр, который больно пиздит, и которого достаточно трудно убить, то есть, я считаю, что он даже должен быть чуть выше, чем лайка, да, но, наверное, все же он на своем месте, сейчас, секунду, так, наверное, все же он на своем месте, потому что, монстр ебаненно напряжный, напряжный, единственное, почему он сдал позиции, потому что сейчас ебаный ветер доминирует на арене, то есть, если бы доминировал огонь, он был бы там вообще S или 2S, блядь, ну, S точно, но, так как сейчас даже, даже вот учтите, что даже при доминации ветра, да, такой сильной, он все равно находится достаточно высоко, смотрим дальше, по поводу океануса, ну, не знаю, я не согласен, мне кажется, он ниже должен быть, потому что, ну, там просто чувак против тебя пикает, панду ветра, пони ветра, и все, и океанус на сосимару делает, там, про ганимеда с Лео, там, я, блядь, вообще молчу про Тиану, там, это вообще забей, в общем, если там еще какую-то пассивную хуйню чел напикает, ты вообще просто говна поешь, прям знатного, чем, не знаю, по мне океанус должен быть вообще в жопе, то есть, где-то А или ниже, чем А, блядь, он, он актуален только в связке, там, с какой-нибудь Тианой, да и то это как бы такое, не самое сильное, в общем-то, хотя может, как раз-таки, вот, связки с Тианой, киллэйди ветра, это все, очень жестко работает, но, не знаю, в общем, я не видел, прям, супер крутых связок, то есть, да, меня пиздили этим океанусом, но, в основном, это происходило, в общем-то, не потому, что чел там что-то крутое пикнул, потому, что, или я говно пикнул, или, мне нечем просто ответить было на определенный пак, по поводу русалки Виви воды, я вообще не согласен, я считаю, это полный хуйней, а не монстром, и, она играется только с Тианой, во всех остальных паках я ее не вижу, и даже с Тианой я ее не вижу, то есть, это полное говно, единственная причина, по которой она находится так высоко, потому, что, ебаный ФВА, господин ФВА ее распиарил, но на деле, этот монстр полное говно, и он это наглядно доказал, что, когда он играет на турнире с игроками своего уровня, хотя на турнире он играл с игроками ниже своего уровня, он пикал ее, и в говно проебывал, и она ничего не делала, то есть, когда ты играешь против игроков ниже своего уровня в ладдере, и ты там берешь, типа, там, безумную связку, типа, блять, Тиана, Ганимет, Панда воды там, блять, Вуса, и там, типа, после этого ты еще такой, раз, русалку, и там челик тебе банит, там, что-то, ты, ты, типа, выигрываешь, и такой, блять, как же русалка хороша, мать его, блять, как круто, какой сильный 4-звездный монстр, спасибо, кому-то вас, что вы такой кусок говна добавили, и на деле, блять, кто бы там не был, блять, даже если бы это был, 5-звездный, 4-звездный пром, блять, не 4-звездный, смыть, 3-звездный пром, это, темный хуй света, не темный хуй, светлый хуй света, смерть света, блять, но я не помню, как он называется, короче, как он же, сука, называется, трейн, ну, в общем, трейн и пром, эти два монстра, я не помню, Как они называются В общем даже если вот эти хуи были бы Это был бы тот же самый эффект И вообще бы ничего не изменилось И То есть ну Дело тут блять не в крутости Русалки а в том что у тебя блять Тиана Ганимед дебил И на турнире тебе блять в это Тебя в это лицом тыкнули в турнир проевал Потому что это говно пикал В общем то поэтому я не согласен Что русалка сильный монстр Полная хуйня вообще неиграбельная И в пизду ее Так вот я додвину Нет не так Лучше к центру додвину Бастет Да С Очень сильный монстр Все спидпаки через нее играются Всякие ваншот паки Тоже через нее активно играются Монстр ебанись какой крутой Я бы даже наверное 2С ее поставил Но тут другая тема В кирлисте там Типа ССС это год тир И тут типа только вообще Прям геймбрейкеры А СС это типа кто Фирст пик фирст бан я так понимаю Ну Да нет Рудник респик фирст бан ну хоть знает Я не знаю В общем СС это тоже пиздатое А СС чуть пониже ребята Да бастет супер Вообще без комментариев Она Вот это как раз монстр Который мне очень нравится тем что В любой пак она заходит Какой хочешь Типа Какой хочешь пак берешь И бастет в него Заходит и выходит Нахуй как у Винни-Пуха Не Винни-Пуха Это Ослик да Кому он ему говорил Входит и выходит Нахуй с ним Пусть будет Винни-Пух Так по поводу Вирада Вирад сдал позиции сильно То есть он был гибанись Но сейчас он сдал позиции Потому что Все люди стали играть иммунами У людей появились иммуны Люди начали Более грамотно банить Губы более грамотно пикать То есть во первых сейчас Можно нихуево контрпикнуть его Вирада То есть взяв там панду ветра Пони ветра Ганимеда блять И там Типа ракуни плюс Русалка Цвета Ну как бы и все И пиздец И поиграно И Вирад вообще Минус один выходит Либо там просто набирают Типа пони плюс луса Пони водную Плюс луса Плюс какая нь пони ветра И это пиздец И в общем то Вирад опять не играет Никого заморозить не может И есть короче возможности Что он и против контроля Уязвим да Типа если Его не законтролить Но опять же вот тоже Такая обоюдная штука Против контроля Если ты его не законтролил На первом ходу Он тебе все ломает Потому что он тебе зафризит Всех блять И у тебя сломается комба То есть он Почему он все же Находится высоко Потому что он является Ответкой на определенные Комбинации тоже И опять же И опять же Если ты ничем его не контролишь Он очень мерзкий Очень мерзкий Потому что Потому что Марамош даёт Когда он тебя фризит Нахуй всю игру Ты не играешь Тупо и всё СС монстры Ну С одним я не согласен С одним То что Панда Точно должна быть Три С Панда воды Потому что Это один из самых популярных Фирст пиков Сейчас Один из самых популярных То есть Сейчас вот конкретно Происходит так Что У определенных людей На фирст пик Улетают ЛД Когда Они Встречают оппонентов У которых есть Такой же ЛД Как у них Либо Улетает Ганимед Очень часто И Но у всех остальных В основном Улетает Панда воды Абсолютно Почти всегда Улетает Панда воды На фирст пик Либо Вуса И вот дальше Идут уже Вот эти Сиара Ганимед Хаттор В общем Вот эти ребята Уже начинают Уходить на фирст пике Ванесса Та же Ебаная Не Ну Ванесса нет Ванесса на фирст пик Не уходит Но в основном Вот эти Кого я назвал Ребята Вот они Улетают на фирст пик Некоторые Архагня берут Но Это как правило Те у кого Нихуя нет В общем Вот эта компашка Почти всегда Улетает На фирт пик И это единственное С чем я не согласен Потому что Панда Ну это Это поломанный Монстр Станы Стрипы Раскол Блять Дамаг Игнорищий Броню Это Неадекватно Это неадекватно Причем Дамаг у нее Тоже неплохой Когда она Вторым скилом Бьет Тоже такой Ощутимый По поводу Уса Японии Че тут добавлять Уса Без комментариев Это Супер круто Он актуален Против всего Блять И в танкопак И блять Против контроля И против Блять Вообще Всего Он Единственное Кто его в жопу Ебет Это Джоанна И Ганимед Если он его Обогнал и Ресетнул В общем то Только так Все остальное У него вообще Проблем не вызывает По поводу Пони Я не фанат Пони Я не любитель По моему Вообще Хуйня полная Но Но Она неплохо Выступает Против Хатор Неплохо Это единственная Причина Мне кажется По которой Она так высоко Находится Потому что Хатор Сейчас Является Таким Основным Пидрильным Монстром Я бы так Сказал Который Сейчас Активно Кибет В жопу Всех На РТА Так Так Давайте пока Запаузим Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...